Какой типаж внешности у Тейлор Свифт? Глядя на нее, сразу привлекают внимание геометричные, четкие, даже немного резкие черты лица. Симметричные, усредненные черты уводят нас в классику. Но также к ней примешалась и драма. Только посмотрите на этот интересный изгиб бровей. Классика и драма дают нам типаж властный. Это девушка из высшего общества, которая прекрасно вписывается в светские, роскошные приемы или руководящие должности. Посмотрите на Тейлор в более растрепанных, натуральных, романтических укладках. Как она превращается в девчушку-простушку. Это лишь факт моего мнения, она все равно милашка. Также я нашла у нее много наивных образов, укороченных деталей и детских принтов. Конечно, ее личико компактное и в целом она смотрится неплохо. Хотя, согласитесь, все равно чувствуется некое несоответствие, особенно при росте метр восемьдесят. Хотя есть и более гармоничные варианты, когда в них присутствует классика или драма. В таких образах нет излишней воздушности, а наоборот, крой очень четкий, прямой и геометричный. Выбирая одежду из другого типажа, важно хотя бы соблюдать портретные линии или крой в одежде, чтобы сохранять гармонию. И вот в своих драма-классика образах Тейлор выглядит максимально роскошно. Резкие, острые или геометричные линии в одежде прекрасно подчеркивают ее черты лица и делают их более контрастными и яркими. Ровный крой отлично подчеркивает фигуру и стройность, а гладкие укладки и графичный макияж придают лоска и ухоженности. Хотя, когда она добавляет капельку романтизма в образы, она тоже выглядит великолепно. Черты лица смягчаются и она становится более нежной и воздушной. Если вы хотите узнать свой типаж, получить разбор цветотипа, стиля и линии в лице, то напишите мне в инстаграм. Продолжение следует...